Добро пожаловать, Билли! Какой же главный секрет Билли Айлиш? На днях она перешагнула порог в 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify. Так смогли только Уикенд и Тейлор Свифт. Как у Билли получилось? Как ей удалось за такое короткое время, сидя в спальне с небольшой дискографией, встать на один уровень с самыми топовыми артистами в мире? А самое главное, как ей удалось обдурить всю аудиторию зумеров и всех молодых артистов на планете? Что она не договаривает? Договорю я. Меня зовут Рамин, это канал Рамузыка. Давайте начинать, все вместе, поехали, рубрика по полочкам. Снова наша рубрика по полочкам, где я очень емко и очень интересно рассказываю про артистов. Может, вы чего-то не знали, может, вы знали, но не понимаете. До сих пор мой ролик «В чем феномен Тейлор Свифт» пользуется спросом, между прочим. Говорят, если три раза посмотреть, то уже дойдет. Посмотрите и вы, плейлист по полочкам, выгрызаем самую крутую нужную инфу и без воды специально для вас. Поставьте лайк, поможем этому ролику. Я знаю, вам не сложно. У меня там в ролике будет для вас сюрприз. Вот он около меня лежит. Но только для тех, кто поставит, конечно же, лайк. Ну что, теперь о Билли. Каждый из вас явно открыл для себя творчество Билли в разное время. Кто-то не мог не заметить громкий успех криповатой вот этой песни «Bad Guy» с тонной штрубаса, да? I'm a bad guy. Да? Да. Вот эти вот все хэллоуинские мотивы. Кого-то растрогали истории Айлиш, которые были написаны для нетфликсовского «13 причин почему». Были, например, те, кто попробовал «Беляш» еще с выходом дебютные эпишки «Don't smile at me». Мне называют вас и себя «Беляш». Да. Но настоящие true фэны помнят. Катализатором известности стала песня Ocean Eyes. Мы все с вами знаем историю, которую она пихает в интервью, да? Что она сидела в кроватке и внезапно появились хиты. Но так ли это на самом деле? Билли Айлиш вообще росла в творческой семье, на самом деле. Мама и папа у нее актеры эпизодических ролей, музыканты и сонграйтеры из Лос-Анджелеса. Творчеством потом занялся и ее брат Финиас, который первый родился. Он был задействован и в актерской среде, это эпизодические роли в фильме «Очень плохая училка», в сериалах «Американская семейка» и «Хор», и в музыкальной среде, да? У Финиаса была своя группа «The Slightlys». Нет ничего совершенно удивительного в том, что и Билли с детства тяготела к творческой среде. Но, несмотря на музыкальный талант, какое-то время она также занималась танцами. Собственно, та самая «Оушен Айз» была написана как раз для одного из отчетных концертов в школе танцев. Преподаватель ей просто сказал «У вас там вроде семья творческая, да? Может, ты напишешь что-нибудь? Ты или твой брат? Какую-нибудь оригинальную песню для номера?» Тут-то Финиас достал «Оушен Айз» из сундука как раз. Его группе эта песня не подходила совершенно. А вокал Билли ложился куда лучше. И в ноябре 2015 года «Оушен Айз» загрузили на SoundCloud. А вот тут, как говорится, все и началось. То есть, песня стала вирусной, моментально разошлась по платформе. Подразделения крупных лейблов, которые работают с артистами, сразу стали жадно потирать ручками, да? У группы Финиаса к тому времени уже был свой менеджер. Он, видимо, и помог Билли выстроить диалог вот с этими большими компаниями. Ей было всего тогда 13 лет. И, кстати, на фоне этого и с танцами тоже было покончено. Музыка тут, конечно же, ни при чем. У Билли была травма в районе бедра, которая вот негативно влияла на ее гибкость. И, то есть, уже на шпагат 270 сесть не получится. Как это делаю я. Билли хоть и загрузила треки на SoundCloud, там сейчас нам толком нечего слушать. И появились уже более совершенные и масштабные стриминговые платформы. Такие, как Spotify, которым я давно пользуюсь благодаря Spotibot. Наших друзей, которые снабжают нас легальной подпиской, которой можно пользоваться без VPN. Никакого пиратства, все честно. Помогут вам приобрести подписку. Я беру самую выгодную на год. Можно, конечно же, на полгода, даже на три месяца, по-моему, можно. Можно вообще подарить кому-нибудь как подарок. Это вообще просто топ. Там как раз есть все альбомы Билли Айлиш. В том числе и самый свежий Hit Me Heart and Soft, которого больше нигде нет. Потому что лейблы ушли из России, запретили отображать свою музыку здесь. Ну, так уж получилось. Вы можете по ссылочке в описании через Telegram-бот себе все сделать. И мне нравится, что ребята помогают даже тем, кто вообще не понимает, куда чего жать и как чего устанавливать. Приложение Spotify вам поставят на телефон и аккаунт новый заведут. Все сделают оперативно и будете вообще сэкономленное время потом тратить на прогулочки под крутую музыку. Я не знаю, что бы я без них делал. Лето в самом разгаре. И, кстати, специальный промокод мы для вас сделали только для моих подписчиков. Best Summer на 15% скидку. Пользуйтесь, пока он работает. Они у меня не вечные. Все в телеге очень просто оплачивается. Присоединяйтесь. Мы тут и Сабрину Карпентер уже обсуждаем, и CharlieXX. А вы даже это все послушать не можете. Поэтому ссылочка в описании. Переходите. Спасибо, SpottyBot. Мы идем дальше. В начале 2016-го менеджер брата помог Билли выйти на контракт с компанией по продвижению молодых артистов. Плюс и у группы брата тоже там связи были. Эту сделку, кстати, курировала Apple. Как неожиданно, да? Вот такие вот связи у местечковой мини-группы ноунеймов с Apple сразу. Это как, знаете, если бы я тут обзорчики вам делал и говорил, как я из Сибири вот бедный у шкафа сижу, видосики снимаю, а потом такой, упс, курирую создание Яндекс.Музыки какой-нибудь. В какой-нибудь 2018-м, когда каналу был всего год. Короче, у Apple тогда только-только, да, запускался Apple Music. И они пытались вот вовремя подхватить каких-то новых артистов, чтобы наращивать конкуренцию со Spotify. Дальше у нас был клип на Ocean Eyes. И первое сотрудничество с кем-с кем? Конечно же, с модным домом Chanel. Куда же артист без стилистов и имиджмейкеров? Да никуда. Как итог, значит, в августе 2016-го года Билли официально подписывает контракт с молодым подразделением Interscope Records лейблом Dark Room. И вот с этого момента карьера Билли уже выходит за рамки просто вирусной интернет-сенсации. Ей начинают заниматься профессионалы и профессионально еще несколько лет прикрывать ее огромные сиси под большими кофтами ради имиджа. Интересно, кстати, что примерно где-то в это время поиска лейбла предложения взяться за Билли поступала и Кэти Берри. Это довольно открытый факт, она уже сама об этом говорила. У нее есть свой собственный лейбл Unsup Records, на который она подписывает молодых музыкантов. Но тогда Кэти Берри решила, очередная блондинка, да, скука смертная, нафига она нужна? В 2017 году большого прорыва у Билли не случилось. У нее вышел уже многим известный мини-альбом Don't Smile At Me, но тогда фокус аудитории был незначительный. И весь год лейбл и команда Билли пытались дать какой-то нужный толчок карьере. Да, фестивали, сотрудничество с различными проектами для молодых артистов на стриминге, включение песен в рекламу, саундтреки популярных фильмов и сериалов, да, и главный выстрел произошел с песней Lovely. Но уже в 2018 году эта песня стала лид-синглом саундтрека к популярному тогда сериалу «13 причин почему». И это по-настоящему всколыхнуло внимание общественности к Билли. Еще бы, да? Мне кажется, сама возможность стать главным саундтреком уже говорит о том, что давно все всколыхнулось. Значит, два самых перспективных артиста, Калит и Билли, буквально олицетворение Джен-Зи в США, записали тогда вот такую душераздирающую балладу для одного из самых успешных молодежных сериалов на Нетфликсе. Все сработало как надо. Как раз второй сезон собрал в свое время рекордную аудиторию для сервиса. Кстати, Нетфликс не только Билли Али ждал толчок, да, по такой же схеме миру представили певицу Лизо. Ее песня «Truth Hurts» как раз-таки получила известность благодаря вот фильму «Someone's Great» «Кто-то классный» на наш русский перевод, которого уже нигде нет. В общем, уже после первого коммерчески успешного хита команда Билли во второй половине 2018 года начала клепать вот тот образ и материал, благодаря которому Шептайлиш уже узнал весь мир. «You should see me in a crown» «When the party is over» «Barry a friend» К каждой песне внимание приковывалось все больше, пока не привело к тому самому крышесносному, взрывному успеху с песней «Bad Guy». Как же ей в итоге удалось уничтожить эти самые лейблы и немного так обдурить молодое поколение артистов? Мы сейчас все обсудим. Почему она не совсем такая простая, как кажется? В чем прикол образа Билли? Чем она вот так зацепила людей, особенно подростков, тех, кто по сути двигает индустрию вперед? Значит, один из самых успешных образов в индустрии, особенно у молодого поколения, это вылизанные такие слащавые картинки. Это идеально сформированные поп-образы, которые потрясающе выглядят, которые не совершают ошибок. В конце 90-х это были Бритни Спис, это NSYNC, это Spice Girls, в нулевых это Майли Сайрус, Селена Гомес в свои диснеевские годы, та же соседская девчонка Тейлор Свифт, молодой Джастин Бибер. Потом мир открыл One Direction, а сейчас все это люди находят в кей-поп индустрии, по сути. И вот этим образом всегда находится не менее успешное противопоставление. Есть та часть аудитории, которая ищет для себя более трушного артиста, который вот оспоит всю эту несуществующую идеальную картинку, эту попсу для масс, выйдет за рамки и станет олицетворением тех, кто идет против течения. В свое время такими артистами были Аврил Лавин, это были Пинк, Эминем, да, который как раз высмеивал всю эту идеальную коммерческую поп-историю. Они были главными такими бунтарями в индустрии. В 2013 году голосом бунтарского поколения стала Лорд. В 2015 у нас была та самая эпоха Тамблера, да, привет Холзи, привет Мелни Мартинес. Ну, а впоследствии инициативу перехватила Билли Айлиш сама. Девочка-пацанка, девочка-интроверт с глубоким таким внутренним миром, который испытывает ментальные проблемы, естественно, знает, что такое депрессия и полностью противоречит вот этой слащавой коммерческой поп-индустрии. К слову, как мы уже знаем из истории, поп-артисты на самом деле ничем не хуже. У всех такой же глубокий внутренний мир и уж точно не менее серьезные ментальные проблемы. Просто они, ну, как бы не являются частью их имиджа, о них открыто не говорится. Значит, подход Билли Айлиш кажется к музыке более темным, да, но при этом рассудительным, думающим. И как же это хорошо сразу зашло молодому поколению, которое все больше стало ценить искренность, трушность артиста, да. Плюс ко всему это время, когда все больше стали говорить о менталочке, о выгорании. Отсюда вот этот потрясающий мэч с сериалом «13 причин почему». Это же сериал о подростковых психологических проблемах, по сути, да. Билли Айлиш — это артист, который по факту учел все ошибки своих предшественников. Визуально Билли очень напоминает образом так Аврил Лавин и Пинк. Это мешковатая одежда, это яркие волосы, поведение пацанки максимально вообще разнящееся, например, с какой-нибудь Арианой Гранде. Но при этом музыкально и лирически это все гораздо глубже. Это к тому, почему такой провокационный образ и подход заходит критикам, да. Во многих моментах это очень сильно соприкасается с Алишей Кис, с Норой Джонс, с певицей Лорд. Получается такая бурная смесь, да, минималистичной электронной музыки с классическим R&B, с блюзом, с акустическим попом. И как раз-таки это, например, помогло Билли на Грэмми 2020 года, да. В 2003 году Аврил Лавин во многом проигрывала той же Нори Джонс из-за того, что ее музыка, ну, просто не имела той глубины. И порой какого-то, знаете, интимного и классического подхода, как у Норы. У Билли таких проблем не было, да. Она учла обе стороны. Значит, мрачными такими стилизованными под хоррор бунтарскими образами она цепляла подростков. Это помогало продаваться музыке. А самим подходом к созданию и наполнению учла вот настроение меломанов и критиков. И получилась такая гениальная компа, по сути. Кстати, сравнение с Норой здесь не просто так. Так, вот это ASMR-пение Билли действительно моментами может напоминать Нору Джонс. Особенно это слышно на втором альбоме Happier Than Ever, как, например, песня Your Power, да. И, кстати, именно Нору Джонс можно считать одной из первых женщин, чья музыка выиграла всю большую четверку номинации на Грэмми. В 2003 году она выиграла лучшего нового артиста, альбом года, запись года. И, к сожалению, из-за того, что ее не было в соавторах своей же песни, она, ну, не получила статуэтку за песню года. Ну, то есть она выиграла, но она ей не досталась. Вот вам ответ, да, почему артисты так рьяно пытаются попасть в список авторов своей музыки, даже если их вклад не такой большой. В 2020 году у Билли Алиш такого промаха не было, да. Всю четверку она забрала, автором была во всех кредитах, естественно. Про Нору можно говорить часами, да, бесконечно. По крайней мере, потому что и Тейлор Свифт, и Адель обязаны частично ей тоже своим успехом. Но сегодня не об этом. Сегодня мы поддерживаем Билли Айлиш. И, естественно, по такому случаю, по случаю этого прекрасного видоса по полочкам, я разыграю прекрасный новейший альбом Hit Me Hard and Soft. Билли его присылает специально вот в таком, сразу же в чехле, который я обычно кладу сам победителем. Вот так вот выглядит альбом. Естественно, у нас не просто тут она что-то тонет, какая-то она красотка. Естественно, я вам просто так какую-то фигню не даю. Один из классных цветных вариантов вот такой у вас, такая будет пластиночка. Две стороны, внутри на чехольчике есть текст каждой песни. И все, что вам нужно. Альбом классный, кстати, да, он уже вышел, мы его уже слушали. Суперский. Ну, тут она где-то в воде плавает, тут особо ничего не видно, но потом посмотрите. Значит, нужно перейти по ссылочке в описании, как обычно, и поучаствовать. Естественно, участвовать смогут те, кто досмотрел до этого момента. И скоро уже определим победителя. Бесплатно, естественно, отправим вам пластиночку. Успех Билли действительно в какой-то степени изменил музыкальную индустрию, да. Требования к артисту от лейблов и от аудитории стали немножко другими. В индустрии всегда существовали вот два типа артистов. Это продюсерские проекты и авторские. Продюсерские проекты можно еще на три группы поделить, да. Это независимые и два вида индустри плэнтс, да. Это искусственно созданы такие засланные казачки на перспективу или под уже существующую нишу. Первое время даже Билли обвиняли в том, что она типа индустри плэнт. Проект сговора лейблов. Независимые продюсерские проекты подразумевают артистов, которые собирают вокруг себя вот талантливую команду и вместе они создают какую-то концептуальную музыку, при этом минимально участвуя в сонрайтинге, да. Обычно у них еще там 10 авторов, продюсеров и обилие вот этого умного сэмплирования, которое они вплетают в свою музыку. Самые яркие примеры это у нас Бейонсе, это Kanye West. Лейблы им не диктуют, каким должен получиться итоговый проект, они делают все сами. Ну вот какой там вклад у Бейонсе, никто не знает, да. Это индустри плэнт, то есть пацаны такие, как раз больше зависят от лейблов. Созданные на перспективу обычно это такие рискованные проекты. Проводится какая-то аналитика, да, и сотрудники лейблов смотрят, какие образы, какие музыкальные ниши будут актуальны, что будет продаваться. Лейблам же нужно зарабатывать деньги. Бывает артист засиделся на вершине, да, пришло время нового, надо потихонечку, все, лейбл хочет денег. Это огромная мафия. Здесь можно вспомнить Дженнифер Лопес, кого-то конкретного она особо, да, не копировала, но очень удачно вписалась вот в нишу восходящего тренда на R&B и хип-хоп, плюс еще и покрывала бум латиноамериканской музыки, да. Ей писались песни, ей формировали образ, ей нужно было только, грубо говоря, светить лицом и выполнять усердно все поставленные задачи. Кешу у нас тоже взращивали по видению доктора Люка, вы это тоже знаете. Когда проекты создают под существующую нишу, это чаще всего, ну, то есть уже какой-то существующий формат. И лейблы в поисках наживы пытаются залететь на тренд. То есть, Mariah Carey, да, это залет такой в эру вокальных див, преимущественно Уитни Хьюстон. Кристина Агилера и Джессика Симпсон, это попытка такая лейблов сыграть в Бритни и Спирс в конце 90-х, начале нулевых. Карди Би у нас пошла по протоптанной дорожке Минаж, да, должна была пойти, нужна была новая кровь. Тейт Макрей, это артист, на которого стали делать ставки как раз вот после успеха Билли Алиш уже. Никто не отменяет, конечно, того, что со временем после достижения успеха индустри-плэнс вот эти могут получить творческую независимость и уже развиваться, как они хотят. Но часто это чревато потерей популярности. То есть, люди полюбили тебя заодно, а артисту, оказывается, это не нравилось, да, и он вообще любит другую музыку. Авторские проекты, это когда артист получает известность изначально за счет своего собственного материала. И лейблы, ну, лишь корректируют как-то там визуал, имидж, чтобы все это красиво подать для продажи. Это Тейлор Свитт, это Билли Айлиш, это Лана Дель Рей, это Алиша Киз, это Аврил Лавин, это Леди Гага, да, из примеров. Продюсерские проекты очень раньше были популярны, потому что способов продвигаться самому почти не было, да. А все средства, вот эти радио, телевидение, музыкальные магазины и площадки, да, все было под контролем лейблов. Плюс создание музыки было очень дорогостоящим, про клипы я вообще молчу, да, без нормального оборудования и больших вложений ты, ну, далеко не уйдешь. В российском шоу-бизнесе была та же самая история, да, вкладывались и перекручивались огромные просто бабки. А артист был, по сути, такой машиной по зарабатыванию бабла. Жаль только у нас вот зачастую артистов почти ни с чем оставляли. Но время не стоит на месте. Сейчас 2024 год. Дети уже с планшетами с детства могут еду заказывать, да. Можно купить дешевый микрофон и на компе свести трек. И просто через веб-сайт и какую-то там дистрибуцию маломальскую загрузить на стриминговые платформы свои песни. Да кого там, если вы не знали, у всех айфонов вообще потрясающий микрофон. Да, на него и ролики пишут, и дописывают, используют, да, в качестве микрофона. И какие-то моменты в своих песнях дописывают. Там все очень круто сделано. И все больше музыкантов начали развиваться без лейблов. Либо с лейблами, если у них будет полная свобода. Спойлер, конечно, такой свободы никогда не будет. Народ весь в эре блогеров думает, да, что он из себя что-то представляет. И с лейблом может быть какое-то там сотрудничество. Нихера. Вы никто, у вас контракт с лейблом. Хватит тебя обманывать. Ну что, внимательно слушали? Очень интересная тема, очень вдумчивая. Нужно внимательно слушать. Каждое слово, которое я говорю, важно. Да, тема серьезная, такая, знаете, подковерная немножко. Так вот, финальной точкой всего этого нового поколения артистов стало именно доминирование Билли Айлиш. И в том числе ее знаковая победа на Грэмми 2020 года. Где альбом, записанный в спальне, да, обошел откровенно такой продюсерский проект Арианы Гранде по всем общим номинациям. Это факт, а также появление ТикТока и пандемия очень вот заметно повлияли на индустрию. Здесь же еще стоит вспомнить шумиху вокруг каталога Тейлор Свифта, который она потеряла. Все стали кричать сразу о том, что музыку теперь можно или даже нужно создавать самостоятельно. И для успеха не обязательно участие лейблов, да, ведь злой продюсер может вот сразу все украсть, и ты останешься у разбитого корыта. Раз даже Тейлор Свифт, да, не смогла справиться и забрать свои треки. Видите, Диана Ангудинова это предвидела. Она отказалась от лейблов просто и от продюсеров. Вот, и с 2019 года по наше время в индустрии такой произошел заметный рост музыкантов-авторов. И с одной стороны, лейблы с этим даже смирились и даже соглашаются с какими-то новыми условиями для совместной работы. Но на данный момент это вылилось в такой определенный кризис, потому что порой вот те артисты, даже которые сами пишут свою музыку, абсолютно не думают о том, каким их будет проект в будущем, да, и мы все чаще видим, что выстреливает одна песня, а потом артист исчезает. Ребята не думают, что артист это не только их какие-то там сердечные песенки, но и очень-очень много аспектов от общения с аудиторией до пиара, образа, да, это не просто слова. Именно поэтому у блогеров получается иногда лучше со своей музыкой, и артисты очень злятся, потому что у блогеров есть и аудитория, и готовая, да, и образ, и контакт со зрителями регулярный. Они заточены делать кучу вещей, они более дисциплинированы, да. Осталось только песенку написать, а у ноу-нейм артистов что? У них есть только песенка, и все. И у обоих нет опыта ни пения нормального, ни выступления на публике зачастую. Вот так вот. По факту все артисты, которые сейчас имеют продолжительный успех, они стартовали еще в прошлом десятилетии, если не раньше. Это Doja Cat, это Дуалипа, Сабрина Карпентер, Ариана Гранде, Лизо, Гарри Стайлз, Майли Сайрус. Перечислять можно бесконечно. Это все артисты старой школы. Даже Оливия Родриго, которая стартовала в 2021 году, свое становление, как мы выяснили, начала еще в 2016 году под руководством Диснея. Есть видео, кстати, в шикарном плейлисте по полочкам про то, как она надурила Диснея. Посмотрите обязательно. Какой артист 2020 года стартовал и сумел породить череду хитов? Вот скажите мне. Ну какой? Те проекты, которые изначально были авторскими, свою популярность удвоили. Здесь в выгодном свете у нас снова Тейлор Свифт оказалась. Неожиданное второе дыхание. Им миллион почестей открыла для себя Лана Дель Рей. Все неожиданно вспомнили, какой она классный автор. Когда ты автор, у тебя есть преимущество, потому что в шоу-бизнесе постоянно перетрубаться. То есть если лейбл переключит внимание на другого артиста и перестанет помогать с песенками, выделять денежки, ты загнешься. Но если писал песни ты всегда сам, то еще сможешь удержаться на плаву. При этом, как мы выяснили в начале, несмотря на то, что Билли сама пишет со своим братом песни, помощь лейбла была довольно значительной. И без его вложений и корректировки видения проекта Билли Айлиш просто не состоялось бы. Да и музыка создавалась не совсем в условиях спальни, как она это рассказывает. Производство дебютного альбома Билли Айлиш обошлось команде на сумму от 25 до 80 тысяч долларов. А если прибавить туда еще промо, то сумма вырастет в разы. Да, на некоторые альбомы только на создание тратятся миллионы. И сумма Билли действительно кажется более-менее скромной. Но это не отменяет того факта, что даже за творческими свободными артистами стоит огромная команда. И не стоит прельщаться возможностями тиктока и стриминга. А зумеры в это время, все фанаты Билли Айлиш, решили, что прекрасно можно сделать все на коленочке. Нет, ну как бы можно, но и успех в 99% случаев будет на коленочке. А вы же все суперзвездами хотите быть, правда? Вот так вот. Но вот лейблы на самом деле, кажется, не совсем заинтересованы в том, чтобы возвращать доминирование продюсерского вот этого формата в индустрию. Им гораздо проще и дешевле, когда артисты сами пишут песни. Если что-то из этой массы выстрелит, они подхватят и продвинут это, оставляя будущее артиста неопределенным. То есть они так же эгоистично просто заработают свои денежки. Как артисты выпендриваются, так и лейблы выпендриваются. Все-таки индустрия поменялась, чтобы лейблы могли строить огромные карьеры с нуля, там должно крутиться очень много денег. А баланс денежный немного тоже поменялся, поэтому лейблы только вот подсоединяются. Вы знаете, в интернете рилзы всякие. Лейбл группу не хочет подписывать, пока у них не будет 50 тысяч подписчиков в соцсетях, там, или 100 тысяч подписчиков. Такие уж дела. Я уже говорил, да, я уже говорил. Артисты тоже хотят на лейбл, да, и ничего не хотят делать. Мы, мол, творческие, дайте нам денег, и вот нам только деньги от лейбла нужны, и вот у нас все получится, у нас треки топ, и мы будем петь песни. Так это не работает. Плюс вы помните наш проект песни на ТНТ с Тимати, там тоже хотели, знаете, звезду сделать, но как бы с условием, если ты сам пишешь и играешь в свои песни. То есть лейбл поможет тебе с пиаром, как бы, и с дистрибуцией, и вот этим вот всем, вот этими всей бюрократии. Но творческий процесс весь на тебе. Билли Айлиш — это доказательство того, что за любым артистом стоит большая команда. Несмотря на то, что Билли подается как очередная такая бунтарка, которая отвечает ценностям сегодняшнего поколения, на свою ступень известности она встала как раз за счет тех принципов индустрии, которые она порицает. Далеко ходить не надо. Вспомните, как она высказывалась о многочисленных винилах, да, и угадайте, у кого их делается и продается не меньше, чем у Тейлор Свифт. Часто у людей складывается впечатление, что успех Билли похож на историю, знаете, про Золушку, где бедная девушка все получает. Но на самом деле за этим стоит огромная работа, огромные вложения, которых порой команда Билли заставляет ее умалчивать. Единственное, о чем я умалчивать не стану, это о плейлисте по полочкам, где я уже сделал кучу классных роликов про разоблачение артистов, там же примешаны теории заговора, все это по ссылке в описании. Ну а ранний доступ, эксклюзивные розыгрыши винилов и видео, которых нет на Ютюбе, у нас на Бусте. Подписывайтесь обязательно, ссылочка тоже там. Я жду вас в Телеграм-канале, а также в моей личной Телеге Рамин24 и на моем личном Ютюбе Рамин24. Увидимся, пока. Продолжение следует...